Друзья, всем привет! С вами снова Марк Легобой и это мой третий обзор. Обзор это мой на битва на Панциропусе или погоня на Панциропусе. То есть вот у нас Панциропус сам и первое мы рассмотрим коробку. Такая у нас коробка, она довольно-таки большая. Значит здесь на Панциропус, значит вот такая машинка как разночка пиццы, 5 мини фигурок. Значит логотип, возраст 7-14 лет, артикул 79-104 и название. Здесь у нас идут мини фигурки, сзади идут у нас функции и небольшой комикс. Вот, по коробке это все. Переходим к мини фигуркам. Первая мини фигурка это у нас как главный ниндзя клана Фуд. То есть, ну вообще пишут, что это обычный, но в принципе да, какой-то там супер крутой это ниндзя. С таким вот золотым мечом катана. То есть вот так он выглядит, принт идет, сзади принт. То есть довольно-таки он классный. Следующая мини фигурка у нас Леонардо. Леонардо у нас с злым лицом. Так, дальше у нас идет здесь принт. Принт на ногах, принт на торсе. Сзади у нас идет очень такой классный дизайн панциря. Вот. И очень классная голова. У него синяя ленточка и злое лицо. Следующая мини фигурка у нас идет крэнк. Вот внутри, в общем, сам крэнк. И это как крэнк-робот. То есть костюм. Здесь у нас идет типа такого летательного аппарата. То есть он может летать. Здесь у нас идет вот такая пушка. То есть очень простой дизайн, но очень классный. Дальше. Здесь у нас идет вообще просто классный принт. Вот. Я, честно говоря, взял бы еще такой один набор ради такой мини фигурки. Ну, если, может, кто-нибудь продает, то напишите мне, пожалуйста. Я очень хочу такую еще купить. Значит, здесь у нас идет классный принт на лице, классный принт на теле, на ногах. Сзади у нас есть принт и принт сзади на голове. Вот. Следующая мини фигурка у нас идет, значит, вот такая вот собака. Блин, я не помню, как же я забыл. Dog Pound, вот. Ну, это по-английски, но... Ладно, я, может, сейчас вспомню. Значит, вот такая эксклюзивная мини фигурка. Вот. Обычные ноги у него идут. Тоже они все такие, то есть классные принт у них на них. Значит, и вот такие вот у нас идет вот такая мини фигурка. Здесь идет большая рука. Здесь чуть рука поменьше. Тут у нас идет, к сожалению, небольшая полость, но ничего страшного. И здесь идет также принт на лице. Вот. Следующая у нас идет, последняя мини фигурка, это Микки. Микки у нас с, как можно сказать, голодным лицом. У него оранжевая повязка, классный принт на торсе, принт на ногах. И сзади идет, значит, панцирь. Мини фигурки откладываем в сторону и смотрим скейтборд. Скейтборд. Точнее, извините, скейтборд Микеланджело. Здесь у нас такой череп нарисован. Вот. И это наклейка. Нормально так есть здесь. Его можно прицепить. Вот. Следующая у нас идет пицца тележная. Такая пицца, разночка, разночка, пицца, короче. Здесь у нас идет наклеечки. Я люблю Нью-Йорк. Табличка. Вот. Здесь у нас идет тоже рекламка. Пицца, пицца. Вот. То есть машинка классная такая. В красно-бело-зеленых тонах. То есть флаг Италии. Значит, открывается у нас крыша. Дальше у нас идет две такие канитры с мутагеном. Двери также открываются. Вот. Ну, это все стандартно. То есть все, в принципе, понимают. Что и как происходит. И главное у нас идет панциропус. Панциропус очень классный. Мне он очень нравится. Так. Начнем с внешнего вида. Здесь у него такая вот пушка. Здесь он стреляет прессованным мусором. Вот. Но по идее... По идее он должен прессованным мусором. Но он стреляет вот так вот. То есть вот такой вот пушкой. Она очень классная. Дальше у нас идет здесь... Он в виде вагона. И здесь, значит, они приделали к нему такие вот колеса, чтобы он не только по рельсам, но и по дорогам ездил. Значит, здесь у нас идет такой граффити. Здесь у нас идет, как похоже, очень на поезд. То есть на вагон. Вот такие вот, как бы, окошки. То есть очень все круто. Впереди у нас идет, такой вот, как бы, защита. Броня. Вот. Окошечко небольшое. Я уже тут поднял. Поднимаю колеса. Они вот так поднимаются. Вот тоже сзади граффити. И здесь тоже броня. То есть сейчас я подниму колеса все. Поднимаю колеса. Вот я поднял все колеса. И он вот так вот запросто ездит на рельсах. Рельсах. То есть, ой, на таких вот колесиках. То есть этот панцеропус можно поставить на рельс стандартный и возить его. То есть вообще супер просто. Скоро себе куплю поезд. И спиделил вот как раз поставлю его на рельсы. Здесь у нас крыша снимается. Сняли крышу. И у нас идет помещение внутри. Здесь помещаются ровно все четыре минифигурки. Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело. Значит, здесь у нас вот так открывается. Значит, это как не двери, а как тут. Ну, в принципе, да, можно двери. Здесь такой вот у нас пульт управления. И по идее вот сюда вот должен прицепляться скейтборд. Так закрывается. Дальше здесь у нас идет оружие. Меч Катана Леонардо и нунчаки Микеланджело. Маленькая цепочка. То есть, все классно. Так, ну и здесь у нас идет обычно принт всяких рабочих там каких-то управлений. Значит, такой аналогичный принт. Вот. В общем, вот такая. Внутри, конечно, он не очень выглядит. Мне он так не очень нравится. Но снаружи он просто обалденный. И я... Ой, наоборот, надо поставить. И я всем советую его купить. Вот. Просто для коллекции. То есть, очень крутой набор. Вот. И пока на этом все. Спасибо, что смотрели мой третий обзор. Обзор на Panzeropus. Вот. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Комментируйте мои видео. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Лего Клаб Раша. Вот. Ну и спасибо за просмотр. Спасибо.